В Алтайском крае уже в следующем году намерены увеличить взносы на капитальный ремонт. В 2021-м поднимать плату не стали из-за непростой экономической ситуации. Однако в дальнейшем, как отметили на заседании правительства, это может негативно сказаться на состоянии жилого фонда. Конечно, необходимо отметить, что установленный в регионе размер взноса не покрывает затраты на проводимые региональным оператором капитальный ремонт многоквартирных домов. В связи с этим, основной проблемой реализации региональной программы капитального ремонта является дефицит средств на выполнение предусмотренных мероприятий. Ежегодно собственниками помещения оплачивают порядка 1 миллиарда рублей, в то время как необходимый объем работ оценивается в размере около 2 миллиардов рублей. По оценке, проведенной Министерством Российской Федерации совместно с фондом ЖКХ, в Алтайском крае общее финансовое обеспечение мероприятий региональной программы составляет 52%. Отметим, что в Алтайском крае в программу капитального ремонта попали почти 8,5 тысяч многоквартирных домов. В этом году работы были запланированы на 387 объектах. Почти все они уже выполнены. Стоимость капремонта составила без малого 1,5 миллиарда рублей. Но, как отметили на недавно прошедшем в крае заседании, денег недостаточно. И размер существующих взносов, которые не поднимались уже на протяжении года, не покрывают затраты. Можно сказать, что мы сейчас работаем практически, так сказать, с колес. То есть, сколько денег поступает, столько и расходуется. Дефицит средств, как рассказал Александр Пономарев, растет. Остаток в городах очень низкий. Так, например, в Бийске 49 миллионов рублей. Ситуация в регионе обостряется в том числе из-за замены лифтового оборудования. Так, из 5 тысяч лифтов в Алтайском крае после 15 февраля 2025 года заменить потребуется 2 тысячи. Их ремонт и замена оценивается в 5 миллиардов рублей. Губернатор Виктор Томенко отметил, что дефицит средств на эти цели может обернуться большой проблемой в будущем. Поэтому принято решение менять тариф. Готовьте предложение, мы, Иван Васильевич, коллеги, готовьте предложение по установлению платы на следующий год. И надо бы заранее начать разговор с жителями о том, ну, как бы, к чему готовиться. Чтобы не было такого, что мы неожиданно, так сказать, из-за угла или из-под ствола вытащили решение с новыми тарифами. Надо уже про них говорить. Значит, ну, здесь тоже, естественно, мы с вами ограничены, правильный подход, и мы его будем продолжать использовать какими-то разумными, предельными размерами вот такого роста. Но индексация должна быть регулярной и ритмичной.